Всем привет дорогие друзья! С нами обзор Nokia N9. Сейчас мы будем смотреть сообщения. Итак, давайте разблокируем наш Nokia N9. Для того, чтобы мы смогли написать сообщения, нам нужно войти в сообщение. Здесь нам предлагается активировать одну из учетных записей, такие как Skype, Google, Facebook и SIP, Telefonia. Мы можем добавить еще любую свою учетную запись. Добавить учетную запись. Почта Exchange, Twitter, Flirka, Picasso и также еще YouTube. И также электронную почту мы свою тоже можем добавить. Если написать обычный SMS, как это все выглядит? Сверху мы выбираем кому. Мы можем либо написать телефон вручную, либо добавить кого-то из контактов. Ну, к примеру, добавляем... Добавляем, к примеру, номер такой, МТС за границей. И пишем нашу SMS-ку. Кулатура изначально выглядит вот так. Мы можем вставлять смайлики. Скорее всего, смайлики будут приходить только на N9. На старые Symbian приходить не будут. Мы пишем сообщение. Также можно включить T9, также его можно выключить. Для смены клаватуры мы должны просто делать свайп. Сразу переключается на русский язык. Можем печатать по-русски. Когда печатаем, такой приятный вибро-отклик в телефоне раздается. И также мы можем без проблем менять нашу клаватуру. В будущем будет еще технология. Точнее, она здесь уже есть. Мы ее просто не активировали. При помощи которой, не отрывая палец, мы можем писать сообщение. Насчет смайликов. Давайте покажу. Смайлики изначально вот такие. Один из этих мы можем вставить. Также, если вы будете в будущем устанавливать ICQ на Nokia N9, у вас без проблем это получится интегрировать прямо в сообщение. То есть, вы из сообщения можете прямо писать ICQ. Значит, мы можем перевернуть наш Nokia N9. У нас клаватура будет во весь экран. Горизонтальная. Мы можем писать так. Также мы можем переключиться на русский язык. Это очень удобно. Притом, выглядит все так красиво. Можем прикрепить файл. То есть, у нас получается ММС. Мы выбираем изображение, которое хотим отправить. И пишем описание к нему. Также нажимаем отправить. Можем отправить видеоклип. К примеру, который здесь загружен. Но, видимо, так как мы уже добавили одно изображение, второе мы добавить не можем. Давайте попробуем добавить, к примеру, видео в это сообщение. Видеоклипы. Добавляем видеоклип. Происходит сжатие видео. После чего, у нас будет готово к отправке. Файл просто есть много. Кстати, про видеофайл мы будем разговаривать с вами позже. Так были смски. Насчет электронной почты. Вы можете настроить свой любой почтовый ящик сюда. Для настройки потребуется либо учетная запись Google, либо какая-то другая учетная запись. Которую мы будем настраивать, в принципе, вручную. Требуется адрес электронной почты, пароль. Если мы нажмем настройку вручную, нам предложит укажите пароль. Окей, мы пока не будем этого трогать, но здесь все будет просто. Логин пароль ваш, все изначально само собой настроится. Это несложно. Здесь есть клавиша настройки. Также нам предлагает войти все-таки в учетную запись, в принципе, всего нашего интернета. Самое основное, что только можно. Также при покупке телефона вам надо будет активировать на нем учетную запись ОВИ. Это, в принципе, обязательно. Это что касаемо сообщений. Также вы можете попасть в сообщение прям с этой быстрой панельки. И можете отправить прям смс, кому хотите. То есть это все очень быстро происходит. Вот так вот у нас пишутся смски. Всем спасибо, комментируйте, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok